К другим новостям. По Кунгуру вновь прокатилась волна краж денег с банковских карт. В январе в полицию обратились с заявлением о мошенничестве сразу два человека. В первом случае жительница Кунгурского района разместила на одном из сайтов объявление о продаже товара. Чем и воспользовались мошенники. Войдя в доверие к женщине по телефону, они предложили внести предоплату на ее карту. Узнав абсолютно все данные о пластиковой карте потерпевшей, неизвестно списали с нее все деньги. Стоит насторожиться, если покупатель, откликнувшийся на ваше сообщение о продаже, настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карточку. При этом мошенники просят номер карты, секретное данное с ее обратной стороны, срок действия, коды из приходящих из банка СМС для подтверждения операций и доступа в онлайн банкинг. В другом случае потерпевшей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка, заставили женщину выполнить некоторые операции, подойдя к банкомату. Полицейские предупреждают, сотрудники банков никогда не просят сообщать данные своих карт, и уж тем более не рассылают СМС с просьбой перезвонить. Перезванивать по указанному в СМС номеру не нужно. Нужно знать и помнить, что банки не рассылают сообщения о блокировке карт. А в телефонном разговоре сотрудники не выясняют конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиента. Стоит отметить, практически каждый, кто размещает объявления в интернете, рано или поздно получает странные СМС или видит пропущенные вызовы. Реагировать на них не нужно. Покупатель, заинтересованный в товаре, всегда сам выйдет на связь. И оплату зачастую реальный человек всегда готов сделать лично продавцом, после того, как убедиться в качестве товара. Я тебе говорю, ты позвонил, он говорит, нас...